Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в очень любимой нами уютной библиотеке Горловского. Мы – это клуб собаководства «Элита». И сегодня вы присутствуете на старте нового социально-образовательного проекта, который мы назвали «Мордочка, хвост и четыре ноги». Мы будем в рамках этого проекта знакомить вас с нашими любимыми питомцами. Вы научим ваших детей общаться с собаками, не бояться их. И главное, мы считаем, что необязательно всем заводить собак. Мы очень надеемся, что когда наши дети вырастут, они не будут обижать других животных. Создать вот такую дружбу. Но и в то же время будем знакомить с разными породами. Надеемся, что нам будет с вами интересно и вам с нами интересно и весело. Сейчас сюда в зал придут еще собаки. И мы не будем вскакивать с мест, хватать их, тянуть за хвосты не будем. За уши тоже не будем. И зубы считать не полезен. И вообще мы не будем их даже гладить, пока собаки будут выступать и что-то нам показывать. Они пусть выполняют свою работу, а мы их отвлекать не будем. Зато потом, я обещаю, что мы вам разрешим познакомиться со всеми нашими собаками, погладить их, сфотографироваться. Мы вас лично с ними познакомим. Наш совместный проект, за что мы, конечно, выражаем благодарность библиотеке, что они поддержали наш проект. И вот это проект «Мордочки, четыре лапки и хвост». Он теперь у нас вот так называется. Это будет сегодня первое наше выступление. Здесь будет выступать наша спортивно-показательная группа, которая покажет, чему она научилась, отрепетировала номера. И целое шоу мы покажем сегодня. Ну, а дальше уже 31 марта будет следующее выступление. Здесь у нас будет уже праздник пород, мы будем устраивать, будем представлять породы. Будут конкурсы, викторины и для зрителей, и для наших четвероногих питомцев. Так что программа интересна, запланирована она, надеемся, на долгие годы. Так как пород в мире много существует, поэтому, надеюсь, у нас хватит сил все это сорганизовать. Потому что мы будем знакомить и с собаками, да, и рассказывать о породах. Будем рассказывать о том, как правильно ухаживать за питомцами, как содержать, как обращаться. Как, например, вы встретили на улице собаку, да, и это тоже как бы будет все рассказываться. Будем показывать. Обязательно у нас запланированы, как и в этом проекте, дни щенков. То есть мы пригласим маленьких щеночков со всем. И тоже будем рассказывать о том, как правильно общаться с щенком, как его растить. Ирина и два ее друга. Большой черный пес. Это пес породы Резеншнауцер. И зовут его Ганс. Соли, иди сюда. На место. И рыжий, большой пудель. Место. Зовут его Лесик. А в документах у него очень красивое имя. Королевич Елисей. Джек Рассел Терьер. Собачка по имени Ёшка. Перед началом концерты, какого-то шоу-программы. Звучит гонг или фанфары. Гонга у нас нет, фанфар нет. Бубен есть. Пусть Ганс открывает нашу встречу. 1 марта 2024 года клубу исполнилось 33 года. Наш клуб – это одна из старейших и ведущих организаций не только нашего города Сергиево-Пасад, но и Московской области. Конечно, за 33 года мы накопили большой опыт и мероприятий проведения, и выставочной деятельности племенной работы. И вот сейчас, в дню рождения нашему, мы запускаем много различных проектов. Сегодня у нас возрождение проекта «Мордочки, четыре лапки и хвост». Сейчас у нас запустился проект студия «Фотоарт». Это фотосувениры наших питомцев, альбомы памятные, тоже интересные направления. И эти фотографии сохраняют историю нашего клуба. Значит, опять же, дрессировка. Вот мы возродили группу щенков, в которую мы приглашаем малышей, начиная с четырех месяцев. И такие вводные занятия, социализация, привыкание к площадке. И потом уже эти малыши переходят уже в основательную группу общего курса дрессировки и занимаются. Ирин, проходите сюда, рядом Гансу. Так. Положить Ганса можно. Лежать. Лежать. Ой. Неохота, говорит, но лягу. Поставить. Ставим Ганса, да, стоять. Не надо топтаться. Посадить Ганса можно? На меня сидеть. Не хочу, говорит. Так, а подозвать к себе? Камень. Рядом. Так. Ну и воспитанная собака без разрешения хозяина не возьмет даже очень вкусное угощение. Угощаем Ганса чем-нибудь вкусным. Можно. А теперь даем кусочек и запрещаем его трогать. Фу. А если на пол уронить? Тоже, говорит, не возьму. Мама не велела. Подзываем. Камень. И отправляем на место. Ну, по-моему, на пятерку. Замечательно. Мы решили немножко усложнить задачи нашим собакам. Мы решили закрыть им глаза. Положили собачек. Видите, зайка у нас такой большой. Поставили. А он подслушал. Посадили. А вокруг вслепую обойти получится? Замечательно. А зайку сделать? Хорошо. Молодец. Ну, видите, можно работать, оказывается, и вслепую. Мы рады видеть, да, столько зрителей. Это прям очень приятно, да. Всегда наши юные зрители, да, они всегда, ну, так скажем, больше взрослых воспринимают это, да. Они больше эмоций проявляют. Вот нам это очень приятно, что наш труд, наш труд, выступление наших четвероногих артистов, они не проходят бесследно, как бы откладывается все-таки у юного поколения. Это вот отношение, правильное отношение к животному миру. И, соответственно, это же формирует у детей правильное отношение к жизни, к людям, взрослым, к пожилым людям. Поэтому мы рады, что вот, и надеемся, что в будущем будет пользоваться популярностью наше выступление. Собака, которая живет в семье дома, всегда с людьми с ней разговаривают, понимает значение в среднем от 300 до 500 слов. Соля, возьми. Апорт. Подай мне. Давай сюда, Соль, давай. Вот, спасибо, а то нагибаться не хотела. Сиди рядышком. А носом ко мне повернись. И иди назад. Молодец. Сами видите, можно просто разговаривать, как с человеком. Соль, иди сюда. Ёшенька, давайте. Покажите, как она помогает дома. Вот это да. Не хочет. Она не хочет. Нет, все-таки надо бы собрать. И в корзинку. Давай остальные собирай. Еще еще. Еще еще. Хорошо, сюда-сюда, скорее. Хлади. Молодец. Еще опор. Ищи. Ищи. Иди, кинула игрушку. Молодец. Неси сюда. Она похвасталась просто, какие у нее есть. Молодец. Все, молодец. Так что вы, пожалуйста, свои игрушки тоже сами убирайте. Летом будут две всероссийские выставки проведены. Плюс проводятся племенные смотры, тестирование поведения. То есть много различных технических мероприятий. Поэтому всегда можно обратиться в клуб, прийти, поможем, расскажем. Также с помощью документами, оформление родословных, чемпионских, рабочих сертификатов. То есть, как бы, деятельность клуба, она разнообразна. Поэтому мы всегда рады. Потому что вот мы это отмечали в свой день рождения, что главное достояние нашего клуба – это наши четвероногие питомцы и их владельцы. Поэтому мы дорожим этим отношением к клубу и всегда готовы прийти на помощь. Мы, общественная организация, это как бы сообщество любителей, объединившихся любителей какого-то направления деятельности. В нашем случае это собаководство. И, конечно, с помощью клуба мы и пытаемся вот это ответственное собаководство внедрять в жизнь. То есть, это консультация владельцев по правильному выращиванию, содержанию. И как собака должна себя вести в обществе. Есть курсы, вот повторюсь, щенков, дрессировки. Есть курсы общего курса дрессировки. Есть курсы «Управляемая городская собака», где мы учим в первую очередь владельцев правильному отношению, правильному воспитанию своего питомца, правильным управлением им. Ну и уже благодаря нашим инструкторам и владельцам, да, как бы питомец учится правильному послушанию. Поэтому, насколько у нас есть возможности, мы пытаемся это все внедрять в жизнь. Вот, конечно, для внедрения этого, да, нужны помещения, нужны площади, да, потому что, как бы, клуб вот здесь сейчас испытывает большую, как бы, потребность в том, чтобы где-то проводить семинары. Потому что клуб, помещение маленькое, и мы не можем там собрать большое количество людей. Нам нужно помещение, чтобы проводить какие-то семинары, повторюсь, выводки молодняка, значит, дрессировка по курсу «Управляемая городская собака». То есть много проектов, которые мы могли бы, и у нас есть силы их запустить, но, к сожалению, пока отсутствует помещение, где бы это можно было проводить. Поэтому вот мы со своей стороны пытаемся это все внедрять в жизнь, но если нам властные структуры, да, помогут нам как-то это осуществить, да, то есть это будет просто большой плюс нашей работе. У меня была собака, я ее любил. Она съела кусок мяса, я ее любил. Она написала мне в тапке, я ее любил. Новую сожрала шапку, я ее любил. Но однажды в воскресенье, после новых мук, разом кончилось терпение. Ну зачем мне, друг? И за что такую бяку столько лет терплю? И ответила собака, я же тебя люблю. А вот в такой он пролезет. Тихо. Ну давай, ты что? Место. А попробуем через ганса. Да, сейчас будем пробовать. Ганс, нос. Сначала вниз. Друг по кругу, другу проявят руку. Суфа, это и кваса. Суфа, это и кваса. 33 года. Возраст солидный для общественной организации. Им за это время сотни владельцев собак получили помощь от специалистов клуба. Участвовали в выставках, организуемых элитой. Стали заводчиками. Прошли курсы дрессировки со своими питомцами. Сегодня в клуб приходят уже дети тех, кто когда-то пришел в элиту. 30 лет назад. Да и программа элита, которая выходит на телеканале Родонежья 20 лет, во многом состоялась благодаря помощи и поддержке одноименного клуба собаководства. Работа после еды может быть симптомом многих заболеваний. Кошка по имени Киара на приеме у гастроэнтеролога. Как раз для того, чтобы выяснить причину нарушения. Наша кошка не обработана от глистов. Может быть глистная инвазия причиной рвоты? Конечно же, может быть. Гастриты. Почему бы и нет? Причина гастритов тогда диет зависимая. Диета, если вы дает, что мы съели, тоже может быть. Также нам 11 лет. Поэтому возрастные наши стандарты заболевания тоже могут вызывать рвоту. Та же хроническая болезнь почек. Гормон гастрин, который вырабатывают клетки, отвечающие за данный гормон. Если у нас будет опухоль этих клеток, то будут гастриномы. И так практически со всеми гормонами. У этого пациента как раз таки есть новообразование в поджелудочной железе. Мы нашли в УЗИ. В поджелудочной железе многочисленные либо кисты, либо опухоли. Потому что они между собой похожи. Они все округлые. Имеют гипоэхогенное содержимое. И этот пациент пойдет на дальнейшую диагностику уже в врачонку. Что это за образование? Как они? Взять биопсию, не брать биопсию. И тонкоигольную. Все эти кусочки. Но в самом себе поджелудочная железа – это очень нежный орган. Даже на операции, если хирург едет поджелудочную железу, он может сделать просто так вот тык, и это уже будет панкреатит. К ней очень нежно обращаются. И понятно, что тут очень деликатный нужен подход к этому пациенту. Впрочем, в клинике «Доктор Вет» каждому пациенту деликатный подход. Ведь не бывает двух одинаковых случаев, и каждый раз лечение подбирается с учетом всех вводных, которые выясняются в процессе обследования. Клиника «Доктор Вет» находится в Сергиевом Посаде по адресу Новозагорский проезд, дом 4А. Предварительная запись по телефону, которую видите на экране. Клиника «Доктор Вет»